здравствуйте 25 октября в украине пройдут местные выборы но по большому счету местными их назвать можно лишь формально потому что агитация де-факто идет как на парламентской кампании но суть не в этом суть в том что сегодня президент украины владимир зеленский на своей страничке фейсбуке выступил с видеообращением где он анонсировал что одновременно с выборами пройдет национальный опрос граждан будет если верить его словам пять вопросов она важные темы и при этом президент сослался на опыт совместного написания предвыборной программы мол сейчас время спросить граждан о том о чем никто никогда не спрашивал и президент заявил что будет так как решишь ты при этом сами вопросы пока не назвал чуть позже сайт офиса президента уточнил что данная инициатива не является референдумом закон о котором кстати еще не принят а это всего лишь всенародный опрос и он не несет прямых юридических последствий то есть имеем два факта связи с этим у меня есть но не пять а шесть возможно неприятных вопросов господину зеленскому либо же его окружению и так первое по сути президент говорит будешь так как решишь ты это президент страны то есть это не господин зеленский лично а это институт государственной власти офис президента заявляет результаты не будут иметь прямых юридических последствий в таком случае первый вопрос интересно как можно сделать так чтобы в соответствии с так сказать мнением граждан изменить государственную политику без прямых юридических последствий но у меня как говорится воображение не хватает второе институт референдума с его нормами процедурами временем магитацию граждан либо просто знакомство с повесткой создается именно для того чтобы решения граждан были обдуманными чтобы была конкуренция мнений чтобы граждане принимали еще раз взвешенное решение они голосовали эмоции ведь на и наполагать что рядовой гражданин а на профессиональном уровне разбирается в экономике во внешней торговле военной сфере в обру вооружениях области конституционного права либо просто в юриспруденции этого не бывает то есть именно для этого когда задают вопросы именно из таких категорий либо из сферы государственной политики дается время на конкуренцию мнений президент заявляет что намерен задать пять важных вопросов еще раз 25 октября посмотрите пожалуйста календарь сегодня то есть он сам не уверен в ответах но при этом он игнорирует время на подготовку мнение самих граждан он игнорирует время которое необходимо граждан на анализ на взвешенные решения просто предлагает просто прийти проголосовать странно то есть с одной стороны институт референдума с другой стороны важные вопросы правда но это согласитесь не забирается же президент спрашивать граждан о своем меню например на завтрак хотя это тоже может быть чрезвычайно важным вопросом для него лично третий третий вопрос местные выборки к любая другая электоральная компания финансируется за за счет бюджета в законодательстве украины не прописан такой механизм как всенародный опрос закон по референдуму тоже еще не принят возникает логичный вопрос если это обработка тех же самых результатов бюллетене так далее если это будет положено на плечи избирательных комиссий то первое за чей счет будет происходить это действие ведь если законодательстве нету определения национальный опрос то как с точки зрения законодательства будут расходоваться деньги второе на каких основаниях результаты этого опроса будут обрабатывать члены избирательной комиссии ведь это если это не прописано в законе это будет не законно и наконец законно ли будет печать самих избирательных листов в таком формате четвертый вопрос если избирательной комиссии будут не при чем если будут просто стоять товарищи которые будут давать опросные листы гражданам которые пришли голосовать то есть аналогично экзитпол на выборах то возникает вопрос какая компания должна его проводить и делать гарантии достоверности результатов ведь именно поэтому а что нет таких гарантий ни в одном обществе супер демократичным результаты социологии социологических исследований напрямую не влияют на политику потому что социологическая лаборатория есть социологическая лаборатория вот такого в украинском законодательстве во первых еще раз повторю нету всенародного опроса во вторых вопрос каким образом будет выбран тогда подрядчик а 5 а президент ссылается на свою предвыборную кампанию которая якобы написана народом прекрасно вот эти пункты которые есть предвыборной кампании они верифицированы они верифицированы законным образом то есть президент шел с предвыборной программой люди проголосовали за эту программу то есть сказали окей выполняй а президент сегодня собирается задать еще пять вопросов возникает ну прошу прощения за тавтологию встреч на вопрос с предвыборной программой все с президент я уже выполнил дальше делать ничего и он думает что делать дальше и в этой логике собирается задать скажем так вопрос красным если нет эти пять вопросов они каким-то образом были отражены предвыборной программе если были в таком случае вот теперь руководство к действию причем это руководство фактически законным образом легитимизировано и утверждено результатами выбора бери и делай наконец-таки последний вопрос учитывая отсутствие например у меня ответов на предыдущие пять пунктов возникает еще не вопрос президент либо его окружением оценнивали ли они политические риски от всего действия то есть если эти вопросы резонанс не не взорвет ли это ситуацию стране не станет ли еще одной линией гражданского конфликта если да что с этим будет делать но и самое главное это уже не вопрос это уже отсылка к истории референдумы хороши в странах скажем так состоявших демократии но опрос и референдумы референдум рекомендательного характера это весьма опасный инструмент причем а как вам сказать примеры этого есть даже в соседних странах ну оставим стороне всенародное голосование за конституцию россии окей россию не будем приплетать к возьмем страну которая находится чуть севернее украины беларусь там сегодня политический кризис причем сам же президент украины господин зеленский скажем так указывал своему белорусскому коллеге на необходимость больше демократичности власти необходимость соблюдения демократических процедур прекрасно в таком случае думаю что господину зеленской будет при полезно узнать об одном факте из новейшей истории беларуси а в 1995 году александр григорьевич лукашенко при парафировании документа скажем так договора с о сотрудничестве европейским союзом сказал прекрасную фразу что эти мы сделали первый шаг по направлению к нашей стратегической цели членство европейском союзе однако в 1996 году рейтинге лукашенко падали начался политический кризис в парламенте беларуси были собраны подписи за начало процедуры импичмента лукашенко и тут беларуси возникла идея провести референдум по новой конституции которая была написана фактически на коленке достаточно быстро парламент в спешном порядке предложил свою версию ну при российском посредничестве но тут увы конечно без россии войти с ним не получилось а достигли компромисса что референдум будет не носить рекомендательный характер лукашенко выиграл референдум на следующий день после дня голосования он начал реализовывать свое видение результат референдум на этом на вопросе о демократичности политической системы беларуси был поставлен вот такой большой большой жирный крест который который более чем на 26 лет выглядит как над могильный крест связи с этим у меня большой вопрос пожелать знают ли во-первых вопрос зеленский такой кейс из ближайшей истории соседних государств а знает ли он как беларуси родился авторитарный режим и что он собирается делать чтобы не допустить этого на мой взгляд тропинка который выбрал окружение господина зеленска весьма весна опасно я очень надеюсь что него лично хватит выдержки характера конце концов здравого разума чтобы не повторить путь александра григорьевича лукашенко на этом у меня все видео про нас лайкать спорте расшаривать комментируйте подписывайтесь на мой канал поддерживать меня подписка на патруль всего наилучшего